Дресс-код Она такая милая, она даже к сну творчески подходит, да, то есть как бы, ну, пижамы-пижамы, все мы как-то одинаково более-менее наделись, а вот Нурселяна у нас немножко такая, все в кружевах с бантиками. Артур что-то хочет сказать, мне кажется. Я хочу, хотел бы сегодня выделить это Ляну и, конечно же, Нурселю. Вот. У Ляны есть свои аксессуары, которые дополняют ее пижамный наряд. Вот. У Нурсели, естественно, тоже свои особенности. Но все же, конечно же, мы сейчас будем выбирать голосами, я думаю, наверное. Ну, я, конечно, свой голос, конечно же, отдам Нурселю. Закатина, потому что... Потому что, по сути, вы не видели. Закатина, тяжанная декольфе, я думаю, ты подразится, Аня, что вы думаете. Вот смотря на Закатина, Закатина. Все временно в этой жизни. Я отдам свой голос в том случае за Алису. За Алису, я последнюю программу видел. Ну, у нас и у редактора тоже есть свои достоинства. Поэтому я голосую за Нурселю. У нее сегодня самый, я бы сказал, оригинальный и изысканный пижамный наряд. Такой самый по-настоящему удивляющий. Еще варианты? Я бы завалю с ним, как ты. Я тоже. Прекратите, прекратите. Вы загорит в аду. Что ты говоришь, что... Так что, как нельзя. Артур, нельзя такое говорить. Как нельзя говорить? Вы видели, нет в АКП, что она делала в наряде монашки? Я все видела, все было в приличии. А что такое? А что? Что ты делала в наряде монашки? Я не спорю, я не спорю, что она всегда в своем непутном виде. Что ты меня задеваешь? Ну, дай, может, я хочу тебя пропиать? Блинзо, ты главное предупреждай, когда будешь что-то не знать, чтобы я успела... Ты должна благодарить меня за то, что ты в кадре постоянно, за то, что я тебя постоянно пиарю, а ты еще на меня злишься. А мне кажется, у вас такая особая любовь с основания проекта, нет? Как это в детском саду. Которую программу я слышу, какие-то диалоги между вами не всегда приятные. Зачем вам руки? Деритесь, да? Да, пожалуйста, обращать внимание на несколько программ, которые мы здесь были. А вот мы все, мы все убешиваем. Не злее души, пожалуйста. Хватит кидать журнала, выбирай. Выбирай, мы не хотят быть... Нам не простит редакция. Итак, Нурселя и Лиана, да? Голосуем. Кто считает, что Лиана сегодня победитель нашего дресс-кода? Два голоса. Кто голосует за Нурселю? Итак, Нурселя, иди ко мне. Продемонстрируй нам свою пижаму. И Нурселя получает пригласительный билет на концерт Дины Гариповой, победительница проекта «Голос». Я думаю, что вам это будет многим интересно. И также возможность пообщаться с Диной во время моего интервью в программе «Светская хроника». Ой, вот это крупный план, пожалуйста, господа операторы. Это вот так ты спать ложишься? Вообще, я с любого. Нет, ну так, мы так вас... Это мечта Артура. Спасибо. Итак. Ну, поскольку я начала с приятного, хочу переключиться немножко не на очень приятные моменты. Также мне хочется возвратиться к прошлому конфликту с Анейоти Массовой, который приобрел такие грандиозные масштабы, вылился в интернет, в социальные сети. Расскажите мне, ребята, что происходит у нас, что за бурное обсуждение, к которому подключилась уже половина нашего города с преподавателем, с Анейой. Хочу спросить непосредственных участников этого шоу, Катю и Леру. Кто внимательно читал, то было понятно, что было очень деликатно, четко и попунктно было все сказано. Но были какие-то моменты задеты, уже когда она отвечала на мой комментарий, уже были же с ее стороны наличности. Были как бы там жировые массы, что-то такое. На что я откомментировала, что жировые массы у свиней, у людей лишний вес бывает. И когда она уже переходила на личности, конечно, тоже было неприятно. Но опять же я ей деликатно ответила, ничего особо не сказала. Подтвердила только ее вступление изначально, когда она говорила, что есть такое заблуждение, что все считают, что наши модели глупые. И я сказала, что, к сожалению, очень жаль, что она подтверждает это заблуждение. Но я бы хотела, конечно, не то что извиниться, а сказать, что это глупо какие-то такие непонятные наши шоу превращать в Дом-2. То есть это глупо, мы пришли сюда учиться, действительно общаться, и все на позитиве, на хорошей ноте. Поэтому я не считаю нужным, могу даже извиниться перед ней, то, что может где-то, да, были моменты, где я очень жестко проходилась, но опять же, замечу, деликатно, не переходя на личности. Как бы, да, такой комментарий. Девочки отписывали комментарии, такие более-менее корректные и добренькие, так скажем. А она отписывалась с потом насмешкой, что ли. На обмен. Да, она тоже как бы что-то там сказала женщина. Взрослая женщина, да. Взрослая женщина, что-то такое. Но она ответила, да, в самом конце она просто ответила. Она так же все ее с нами, сидит и печатает, такая ха-ха-ха, я сейчас поражу за мной. Как жаль, что со мной спорит взрослая женщина. Ну, как бы, я, естественно, этот подтекст выделила, но я так сказала. Я так понимаю, что ключевое слово здесь взрослая женщина, поэтому пожелала, то есть ее, то, что она нам хотела донести, я ей сказала, ну, это жестокий мир шоу-бизнеса, детка. Да, и все. Преподаватель, что вот культуры, вообще ничего нет. То есть, хорошо, тот преподаватель, который гладит вас по головке, всегда говорит, что вы умнички. Нет. А ты зачем на ее сторону-то встала? Я не встала на ее сторону, просто я девочек увидела в грубой, связи ее в грубой. Вот меня удивили. Здесь 50-50, здесь оба стороны неправильные. Не пари, не пари, не пари. Ты говоришь, ни рыба, ни вяса, она никак это не воспринимает. Я хорошо, но зато Снява нам сказала, девочки, давайте, если вы хотите подтянуть свое дефиле, приходите ко мне на занятия. Она нас пригласила. Мы пошли с ней на занятия, она нам показала, как правильно, что-то действует. Я не читала внимательно, я ей объяснила, что у меня длинное платье в пол было, и задевал каплу, поэтому была некая неуклюжая. Ну, а ты считаешь, уместно преподавателю писать о том, какие у тебя колготки, как с сапогами, как это тратить? Она не поставила, я от себя как бы подавляю. Давайте жить дружно. Это Клеополь, давайте жить дружно. Да. Итак, на этой дружеской ноте, давайте жить дружно, мы закончим сейчас диалог, который мы продолжим на тете. Я приглашаю ребят на тет, и сейчас нас ждет рок-вокала. Лера, ты просто у нас главная героиня проекта практически, потому что огромное количество голосов, во-первых, отдают за тебя телезрители, а во-вторых, просто постоянные какие-то стычки, конфликты, и непроизвольно ты становишься очень ярким таким участником реалити. Что происходит у вас? Что за безумный конфликт, о котором мне звонят со всех концов города, пишут люди? Что там у вас происходит в сердцетях? Ну, как сказать, просто началось это все там с пирожков, с каблуков, ну вот и выдалось такое вот нему лицо. Просто я не понимаю, что нужно говорить и что нет, что нужно корректно говорить, что нужно промолчать. Я хочу пожелать такие чувства, как чувство такта и чувство толерантности, чтобы она соблюдала субординацию. Потому что если она педагог, то види, как себя педагог, а не как последний человек. И вот, извините, вот эта фраза «Мир шоу-бизнеса жесток». Хватит опереться на эту фразу, потому что она уже, честно, приелась. Я вот, честно, вот каждый раз «Мир шоу-бизнеса жесток», «Мир шоу-бизнеса жесток», и вот каждый раз, вот каждый раз, вот я вот честно, вот вы почитайте вот эту вот всю переписку ВКонтакте, она вот без конца, в каждом вот, когда отвечает «Мир шоу-бизнеса жесток». Пола Кавалерия, 16 лет. Хочет попробовать заниматься углубленным вокалом. Фортепиано уже изучила, поэтому пришла на проект, чтобы заняться голосом. Мой такой взгляд со стороны, не все люди умеют правильно воспринимать критику. То есть на критику нужно, соответственно, реагировать. Это в зависимости от того, насколько человек психологически, может, еще сильный. Как он воспринимает ее. Либо ты ее воспримешь, как-то переоценишь, что-то для себя подчеркнешь и сведешь конфликт на нет. Либо ты его будешь в штыки воспринимать, отрицать все, что тебе говорят. Я была свидетелем конфликта с Анеой Тимасовой, после чего лично пообщалась с ней на уроке дефиле. Она пригласила. То есть, получается, выслушала обе стороны. Но, с такой взгляд, со стороны просто девочкам нужно переоценить свое отношение к критике именно. И быть выше этого. Потому что Саняя Тимасова, во-первых, она является судьей на данном проекте. И вне зависимости от возрастной категории, она судья. И уже она требует к себе определенного уважения. И нужно с каким-то тактом расстановки уже общаться с ней. Ольга Салеева, 27 лет. Работает помощником руководителя хоккейного клуба «Торос». Пришла на проект, чтобы стать телеведущей на канале М-Телевижн и открыть новые грани своего «Я». Есть правда и у участников, и у сыни, конечно. Я считаю, что у девочки тоже, ну, то, что разыграли такую сцену ВКонтакте, в соцсетях, и в ее в такой, ну, как в таком свете ее высветили, то есть тоже не совсем правильно, не совсем корректно. Ну, это, естественно, пошло из-за того, что она некорректно изначально выразилась. И уже, я даже не знаю, в чью сторону просто принять. И те, и те не правы, и те, и те же правы. То есть, у меня нет никакой вот сейчас, никакую сторону я не принимаю. Фатима Ганеева, 24 года. Получив высшее образование, решила, что хочет и может сделать мир краше. И подарить всем частичку своей яркости и позитива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова